Всем привет! Я Женя, а это Крис Кайли, и он изображает дымящийся Samsung Galaxy Note 7. Так парень пойдет на вечеринку в честь Хэллоуина, а его девушка наденет костюм пожарного. Но это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Какой наряд сделать, чтобы тоже удивить всех на Хэллоуин? Что такое квест с элементами VR? И почему скоро никто не будет покупать обычные джойстики? Компания Finch создала контроллеры виртуальной реальности, которые подойдут даже к обычным VR-очкам для смартфонов. Так что можете отложить старые геймпады на полку, они больше не актуальны. Контроллеры от Finch позволяют визуализировать руки без необходимости использовать внешние камеры. Целый год изобретатели создавали вот это, и в итоге получилась довольно интересная штуковина. Гаджет надевается на руку пользователя и имеет три провода, которые крепятся к большому, указательному и среднему пальцам. На указательном даже есть тачпад. Контроллер подключается через Bluetooth и держит заряд 10 часов. Стоит 238 долларов и, кстати, совместим и с картонными очками, и с серьезными шлемами типа HTC Vive. HTC Vive, видимо, испугались, что Finch станет популярнее оригинальных контроллеров к их шлему и тоже готовят новые джойстики. Правда, как они выглядят, знают пока только избранные. Теперь вы в их числе. Инфа о гаджете держится в секрете, но периодически все-таки утекает в сеть. Вот это новые контроллеры, и, как видно по фото, они теперь крепятся к руке при помощи лент-липучек. Это делает их более удобными и сводит к минимуму риск выронить аксессуар во время активной игры. А это бывает частенько. Кажется, я сломал его. Некоторые предполагают, что новые контроллеры будут выпущены с новой версии шлема HTC Vive. Насколько известно, он сейчас тоже проходит доработку. Так что ждем и пока довольствуемся тем, что имеем. Тем более, к Хэллоуину HTC Vive приготовил любителям хорроров ночной кошмар. В него можно поиграть и со старыми контроллерами. Главное, держать их в руках крепко, чтобы не сломать и никого не покалечить. Новая страшилка под названием Sophie's Guardian появилась на Steam в раннем доступе. Это хоррор на выживание. Главная героиня – маленькая девочка Софи, и цель игры – защитить ее от демонов. Причем проходить хоррор придется от лица медвежонка. Какая-то милота, подумайте вы, а зря. Те, кому довелось попробовать игру на выставке, запомнили ее надолго. Особенно пришли в ужас те, кто боится страшных кукол типа Чаки, потому что в игре на вас как раз будут нападать эти мерзотные твари. Стоит пугалка с пупсами 149 рублей. Оценила страшную силу виртуальной реальности и компания Universal. Кто бы мог подумать, а студия взяла и открыла квест с элементами VR в Орландо. Смотрите, что это такое. Аттракцион под названием «Репозитория» – это гибрид квеста и VR-эксперимента. Так его участникам предстоит отправиться в ад, а потом выбраться оттуда. В некоторых комнатах игроки должны отгадывать загадки, а в других, надев виртуальные очки, находить и убивать призраков. Некоторые так заигрывались в процессе, что реально поверили в сверхъестественные способности VR-очков. Стоит развлечение 50 долларов и длится полчаса. Все это время вас неистово пугают и в реальном мире, и в виртуальном. Так что коленки после такого аттракциона дрожать будут еще долго. На носу Хэллоуин, так что извините, но я вас тоже попугаю – ходячими мертвецами. Тем более, одноименный сериал к празднику выпустил тизер в формате 360. Поклонники зомби наконец-то получат возможность столкнуться с трупаками лицом к лицу. Посмотреть тизер к сериалу могут все обладатели виртуальных очков и шлемов. Кстати, изуродовал актеров и лично снял ролик гример фильма Грег Никотера. Делает мейкап он, конечно, здорово. Многие, насмотревшись его уроков, сами становятся зомби и выходят на улицу пугать людей, что особенно актуально в преддверии Хэллоуина. Правда, иногда такие приколы заканчиваются не смешно. Так что если вы тоже хотите стать стремным зомбаком, клоуном или сантой-психом – хорошо подумайте. Это шутка! Могу вам подкинуть идею костюма на Хэллоуин, которая точно произведет фурор на вечеринке без риска быть побитым или провести вечер в отделении полиции. Тем более зомби-зомби-зомби – это уже не модно. Все, что нужно для нового образа – виртуальный шлем, белый грим и подтяжки. А также приложение Mime Academy, которое научит вас минскому ремеслу без диплома циркового училища. Находясь в виртуальном пространстве, вы будете видеть предметы, с которыми взаимодействуете, в то время как зрители – только ваше движение. В итоге получится крутое мим-шоу с минимум усилий. Главное – из образа потом не забудьте выйти. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и вы всегда будете звездой на любой вечеринке. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!